Всем привет уже мои зрители и здорово подписчики с вами константин сегодня у нас очередная добыча артефактов в arc survival и волк на карте центр артефакт хитрости на повестке дня и сразу скажу что добыча его особо то и не назовешь достаточно знать местоположение артефактом и иметь какое-то летающее существо да может даже и не надо летающие можно туда как-то сползти на обычном но это будет геморно и долго поэтому предлагаю использовать летающих существ любых даже птеродактиля у меня грифон потому что карта центр и карта рагнарёк очень большие карты и для перемещения на этих картах логичнее всего использовать самых быстрых и мобильных существ таких как виверна и грифон но виверна нужно выращивать а грифон понятное дело на баране нелегко тамится на карте рагнарёк обычно деревянной ловушке заманив его туда оглушив и приручив да никаких проблем с ним нету и седло на него не надо он очень быстрый умеет пикировать тем самым еще даже обгонять виверна с большой высоты но сейчас не об этом артефакт хитрости находится на карте центр в очень как бы красивом и удобном для нахождения месте тут будет внизу огромная ниша под всем зимним биономом можно сказать находится огромная ниша это даже не назовешь пещерой это реально огромный мир вот я сейчас нахожусь на координатах 20 9 4 0 3 и 8 и вот видите синяя стрелочка на карте на западе у меня видите крутится на координатах примерно 30 очки вот я нахожусь здесь я эти координаты показываю неспроста так как сейчас мы будем пикировать вниз на грифоне и сразу обратим внимание на ориентир который нас приведет прямо к артефакту в красивое место вот поэтому давайте приступим заходить в эту нишу можно с любой стороны на западе в принципе но я показываю просто как удобнее использовать ориентир сразу стоит отметить ребята для пикирования на грифоне в руках не должно быть ничего у меня вот gps ник и карта были все это надо убрать иначе грифон не будет пикировать если у вас в руке gps ник или карта то же самое касается дрейка на карте аберрации он не будет лазить по стенам если у вас будет в руках какой-то предмет держаться нужно двумя руками и так ребята приступаем садимся на грифона и с этого местоположения пикируем вниз обратите внимание сразу видите водопад и река видите я уже перелетел даже водопад и река это ориентир нам больше ничего знать не надо видите какая огромная ниша залетать сюда можно с любой стороны на западе вот с любой стороны нам же нужно сейчас просто лететь вдоль этой реки очень красивые места в конце будет у нас там вот водопад да и там будут такие древние руины археологические как будто вы вокруг будет много пингвинов место не опасно и дальше в устье реки будет стоять наш артефакт то есть добыть его не составляет труда никакого в бой вступать не надо и плюс как бы не надо тратить никаких ресурсов на мне теплые шмотки у меня много с собой каких фиши есть предметов дробовиков но это так просто с прошлых видео ребята не обращайте внимание это все не нужно видите вылетаем по реке просто вот в красивое место вот она тут построечки всякие да здесь у нас очень много пингвинов там гуляет по краям вон снизу а вот и наш артефакт артефакт хитрости здесь можно ходить плавать здесь не нужно видите спокойно стою в этом потоке воды сразу покажу вам координаты вот 35 и 1 на 18 все никаких принципе проблем здесь нет берем артефакт хитрости забираем все артефакт наш все просто садимся на грифона и таким же макаром вылететь можно через любое место из этой ниши здесь даже может кому-то показаться можно сделать какую-то базу крутую и я с этим соглашусь конечно с добавлением в игру титанов с экстиншена на официальных серверах стало сложнее спрятать свою базу не то что спрятаться сохранить ее местоположение в общем сохранить базу будем так говорить потому что тот же десерт титан может летать и как бы в любое место залететь он очень маневренный мобильный просто ваши турки разрядить и разрушить вашу базу так как он дамажит все виды построек включая тег как и любой другой титан вот поэтому сейчас нужно тщательно выбирать местоположение для своих баз вот что касается артефакта хитрости ребята артефакт хитрости на карте рагнарёк вместе с артефактом неувязвимости добывается тоже не сложно на любом лету не особенно удобно топижару использовать пошел десант это вот нормально для карте центр очень много на краях высоких мест скал и постоянно кто-то десантируется вот волки носороги вот в общем на карте рагнарёк два артефакта в одном месте в темной пещере у меня гайд есть по прохождению как быстро их найти сориентироваться там внутри мегалозавры мегаланьи но они вас не тронут если вы особенно пойдете днем мегалозавры спят в это время ну тем не менее если даже ночью то надо просто прежде прижиматься к стенке повыше и они вас не достанут в той пещере на карте рагнарёк таким образом вы там буквально за 5-6 минут добудете два артефакта но стоит отметить что если вам не хватает какого-то одного артефакта вы играете на карте центр то не стоит заморачиваться походом на карту рагнарёк можно просто здесь найти так как артефакт неуязвимости здесь если знать правильный вход мег тоже на канале уже записано все есть можете поискать есть плейлист конкретно по артефактам вот его тоже легко добывать просто нужно немножко проплыть карту артефакт хитрости вы сами убедились еще проще добывать вот поэтому как бы не стоит заморачиваться карты рагнарёк если вам нужен какой-то один если нужно даже два то здесь просто придется потратить время на перелет с одного места в другое и опять же как бы брать артефакт элементарно вот что я могу сказать ребята на этой ноте будем заканчивать наш видосик не забывайте ставить лайки подписываться на канал вот стая оставлять свои комментарии очень важно это потому что помогает продвижению моего контента и развитию моего канала подписываться в группу вконтакте делать репосты в социальных сетях все это отблагодарить меня если вы это посчитаете сделать нужным вот всем спасибо за просмотр до скорых встреч пока пока